В декабре 2015 года Париж принимал конференцию ООН по климату. На ней было подписано соглашение, в рамках которого страны-участницы обязались значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Мог ли кто-нибудь тогда предсказать, что три года спустя Франция станет ареной массовых акций протеста и даже беспорядков со стороны тех, на кого должна лечь вся тяжесть усилий по переходу к экологически чистой экономике. Экологические лозунги занимали важное место в предвыборной программе Эммануэля Макрона. Среди них налогообложение углеводородных видов топлива и прежде всего дизельного, с тем, чтобы побудить автомобилистов отказаться от транспортных средств вчерашнего дня. Франция считается одной из европейских стран, которая поставила себе самые амбициозные цели в том, что касается борьбы с изменениями климата. И тем не менее, в настоящее время выбросы парниковых газов в атмосферу растут. По 75% энергии во Франции происходит из ископаемых источников. В завершающемся году цены на солярку выросли на 16%, достигнув в октябре евро 53 центов. На этом фоне отмена налога на углеводородное топливо, способствовавшего резкому росту цен на заправки, была сначала главным требованием желтых жилетов. Но по мере того, как расширялось и укреплялось во французском обществе движение протеста, к ним прибавились требования принять конкретные меры по обузданию дороговизны жизни, а также по изменению экономической политики президента Макрона. Среди 34 государств Организации экономического сотрудничества и развития Франция занимает первое место по налоговому времени – более 46%. Ближайшая суббота покажет, удовлетворили ли французов предложенные правительством меры, или они хотят дальнейшего послабления налоговой хватки.